когда вы впервые увидите этот автомобиль на улице вы вряд ли обратить на него особое внимание ну подумаешь volkswagen passat последнего поколения их уже полно у нас бегает ну подумаешь с кузовом универсал их тоже до хватает и вы будете не правы потому что на самом деле это новый автомобиль volkswagen passat all track чтобы понять что отличает его от просто пассата нужно чуть-чуть присмотреться посмотрите насколько он агрессивнее выглядит а все из-за чего у него и дорожный просвет больше на 30 миллиметров у него есть накладки на бампера ударопрочные с металлической защитой у него есть накладки на арки есть накладки защищающие пороги слов это чуть-чуть внедорожник мы сейчас находимся в австрии на горнолыжном курорте элмау здесь снег солнце горы и вот в этих красивейших декорациях мы представим вам новый автомобиль вы наверное уже поняли что all track относится к универсалам повышенной проходимости придумали этот класс японцы в середине 90-х годов прошлого века тогда компания subaru активно осваивала американский рынок где царили внедорожники своих внедорожных моделей у subaru тогда не было тогда и было принято решение добиться результата с минимумом затрат конструкторы взяли полноприводный универсал subaru legacy поколдовали с подвеской увеличили дорожный просвет снабдили машину характерным внедорожным обвесом и получили бестселлер рецепт оказался привлекательным и через некоторое время за subaru последовали volvo и audi с моделями cross country и all road но обратите внимание subaru volvo и audi универсалы повышенной проходимости нужны были для того чтобы открыть окно в внедорожный сегмент рынка и продолжить дорогу более традиционным внедорожным моделям а у volkswagen уже есть вполне успешная внедорожная линейка так зачем же нужен такой автомобиль и мы решили задать этот вопрос пресс-атташе volkswagen мартину хуберту мистер хубер д господин первый вопрос будет зачем почему volkswagen решил дополнить линейку своих машин таким автомобилем компании volkswagen решили что существует большой интерес к машинам с большей индивидуальностью покупатели заинтересованы в автомобилях которые могут быть полезны для реализации их увлечений и хобби то есть нужен автомобиль с полным приводом способный буксировать прицеп и так далее но у вас в линейке есть iguan и туарет и они оба могут это делать конечно но зачем тогда понадобился именно этот автомобиль мы считаем что существует большое количество покупателей которые не слишком заинтересованы приобретение суф или типичного внедорожника эти машины для них или слишком высокие или слишком большие им нужен обычный автомобиль и так получается что машину будут две целевые группы я совершенно верно первое это клиенты которые хотят машины больше индивидуальности хотят чтобы их автомобиль оставался обычный volkswagen фасад внешне от него отличаясь вторую группу составляют клиенты которым требуется дополнительная функциональность полный привод повышенная проходимость возможность буксировать прицеп или им нужен автомобиль для занятия своим хобби кое-что проясняется volkswagen не требовалось оружия прорыва в новый сегмент компании понадобился нишевый автомобиль способный заполнить брешь между обычными дорожными машинками и кроссоверами осталось лишь пару вопросов и каковы же главное отличие пассат ол трек от обычного пассат вариант оснащенного системой полного привода фомоушен есть ли такие многие отличия видны с первого взгляда защитный обвес спереди сзади и с боков придают автомобилю характерный вид но существуют и конструктивные изменения подвеска автомобиля поднята на 30 миллиметров и все электронные системы перенастроены так чтобы увеличить внедорожный потенциал например есть систему помощи при спуске с горы и система стабилизации прицепа что же остается проверить чувствуется ли эти отличия на ходу говорить об отличиях во внутреннем обустройстве салона не стоит их практически нет ну что можно сказать про этот автомобиль первое ощущение посад как посад управляется машина нормально это не спорткар но в меру динамичен в меру устойчив на дороге у него масса всяких вспомогательных функций он замечательно подсказывает наличие автомобиля в слепой зоне на обгонах к обзорности никаких проблем к ощущению габаритов никаких вопросов к эргономике тоже никаких замечаний приборы хорошо читаются и днем и ночью что приятно есть навигация причем навигация работает с русским языком дает подсказки на русском все очень в этом плане хорошо автомобиль действительно насыщен электронными вспомогательными системами среди них реактивный круиз-контроль и предупреждение об опасном сближении и у сладо не слишком опытных водителей система автоматической парковки причем не только параллельной но и перпендикулярной но главное в соответствии с традициями марки машина ведет себя на дороге практически безукоризм на самом деле вчера когда мы ехали из мюнхена в австрию в область вернолыжных курортов мне сначала почему-то показалось что все таки машина как-то слегка плавает на дороге но потом я переключил амортизаторы в спортивный режим добавил им жесткости и это ощущение пропало в принципе отличия между обычным переднеприводным пассатом и полноприводным ощущаются не сразу на сухом асфальте их практически нет если они и появятся то вот только на скользкой дороге на снегу на глине на траве когда появится трава но пока здесь в австрии зима снега очень много так что вот сейчас мы едем на полигон и там у нас будет возможность посмотреть как себя ведет пассат ол трек в снегу трасса с покрытием из укатанного снега не принесла разочарований в принципе для ол трек предусмотрено четыре двигателя два дизельных и два бензиновых но в россии модель будет поставляться только двухлитровым мотором тсi мощностью 210 лошадиных сил в базовое оснащение входит и роботизированная трансмиссия dsg с двумя сцепления на скользкой трассе ол трек четко прописывают траектории поворотов не пытаясь выйти из под контроля все его реакции понятные и предсказуемые причем даже в тех случаях когда вы находитесь на миксте то есть под одними колесами асфальт а под другими снежная каша ну а если перед вами не гладкий трек разбитая грунтовка управлять внедорожными способностями volkswagen passat ол трек очень просто в распоряжении его водителя есть одна единственная волшебная кнопочка на которой так и написано оффроуд когда мы ее нажмем электроника автомобиля переключится во внедорожный режим по-другому блокироваться дифференциалы точнее будут имитироваться блокировка изменится отклик педали газа ну собственно работа этой кнопки очень хорошо знакома владельцам volkswagen tiguan и volkswagen туарег без оффроуд пакета я рекомендую переходить в этот самый внедорожный режим как только дорожные условия станут не слишком хорошими ну вот например как сейчас нажимаю поехали инструктивные изменения подвески не только увеличили дорожный просвет со 135 до 165 миллиметров изменились все параметры геометрической проходимости угол въезда увеличился с 13,5 до 16 градусов угол съезда с 11,9 до 13,6 градусов вырос с 9,5 до 12,8 градусов и продольный угол проходимости или угол рампы это очень важно при движении по пересеченной местности отлично работает и система помощи на спуске двигать вниз по горному серпантину можно совершенно спокойно включить внедорожный режим подобрать клавишами круиз-контроля подходящую скорость снять ноги с педалей и действует только рулем однако съезжая с асфальта стоит очень точно соизмерять свои желания со способностями автомобиля то что это не настоящий внедорожник мы вчера уже поняли потому что даже там на такой небольшой площадочке нашлась такая ямка которую значит мы торжественно бункнули машина провалилась одним колесом в яму и возможностей системы фомоушен не хватило для того чтобы зацепиться и выбросить автомобиль из ловушки пришлось прибегать к помощи буксиров его роли выступил пикап фольксвагена морок однако давайте вспомним что говорил нам мартин хуберт он как минимум дважды подчеркивал что в олтрек изначально заложенные способности тягача конструкторы фольксваген олтрек сделали отличный подарок владельцам гидроцикла квадроцикла катеров лошадей словом всем тем кому нужно возить что-нибудь на прицепе смотрите открываем багажник снимаем вот здесь вот такую штуковину защиту а дальше нажимаем клавишу раз и у автомобиля есть фаркоп причем электронная система умеет стабилизировать движение не только самого автомобиля они способны остановить раскачку прицепа после крутого поворота что же нам пора прощаться с альпийскими красотами и возвращаться домой в россии интересно какова будет судьба новинки у нас дома нам кажется что она сложится вполне благополучно солидный и вместительный автомобиль бизнес-класса к тому же хорошо адаптированный к существованию в наших непростых дорожных условиях не можете найти своего покупателя но и бестселлером он вряд ли станет ведь неплохо оснащенный 170 сильный тибуан с такой же коробкой стоит 1 миллион двести двадцать четыре тысячи рублей в то время как цены на ултрек стартует с 1 миллиона четырехсот девяносто одной тысячи и и и и и